В России прошло много торжественных мероприятий в День защитника Отечества. Политики, общественники и просто неравнодушные ульяновцы не остались в стороне. В городе на семи ветрах восложили цветы к памятнику Александра Суворова. Почтить память великого полководца пришли и лидеры национально-культурных автономий азербайджанской, еврейской и мордовской. Хочется, чтобы все люди знали, что Мордва, Ульяновск, Ульяновской области, в моем лице, да и с вами вместе мои соотечественники, всегда в центре событий. Если мы вместе и за другими национальностями, мы говорим, что мы представители нашей великой России, мы поэтому здесь и находимся на выложении цветов к памятнику Суворова. Для многих служба в российской армии стала толчком к переосмыслению этого праздника. После моей службы 23 февраля приобрело немного другой смысл уже, не такой, как раньше, в юношестве. Просто мальчиков там поздравляли. Сейчас уже это как-то такой гордый праздник, что я, например, могу с отцом на рамне стоять. И, так сказать, во время службы у меня появились сослуживцы, мои близкие такие товарищи, с которыми я прошел огонь и медные трубы. Сейчас сложные времена для нашей страны. Важно не только уверенно вести политику. Помнить своих героев и воспитывать чувство патриотизма у молодого поколения в наши дни крайне необходимо. И, конечно же, не стоит забывать о роли Ульяновской области в современной истории государства. Праздник отмечали и в Суворовском училище. Гимн Российской Федерации, стройные ряды курсантов и поздравления продолжили праздничную программу. Глава региона поздравил юных защитников. Вы, наш город, защита и опора Ульяновской области и России. От рада видеться, каким усердием вы постигаете военную науку. Алексей Русских наградил кадровый состав Суворовского училища. Офицеры и технические работники получили благодарственные письма. Виктория Черкова, Владимир Куликов, Улправда ТВ.